Дальше, ну, соответственно, вот это все добавилось, ну, еще несколько позиций, это такой у нас был пример на трех позициях, вот добавили все, что посадили в рамках дня. Дальше материалы раскинулись, оно раскидывается на себестоимость растений, там автоматически, само по себе, база уже много чего делает. Дальше мы начинаем создавать вот здесь распределение затрат, это дополнительные затраты, которые и не относятся к прямой себестоимости, и они не в рамках одного рецепта. Это, например, у нас дельная оплата труда за посадку, какие-то хозрасходы, которые в момент времени здесь были задействованы, какие-то удобрения, это просто пример. Обычно у нас всегда здесь была только зарплата, это сейчас они начали добавлять. И вот бухгалтер, они на основании акта посадки, они знают тоже, сколько одна штучка стоит, они посчитали бюджет, сюда забили его 370 рублей, и это автоматически раскидалось на все посаженные контейнера. всегда раскидывается в рамках одного производства, здесь одинаковый ценник, то есть если бы мы сажали трешку, пятерку, десятку, это было бы в разных документах производства сделано. Потому что оно раскидывает пропорционально на штуку, оно не понимает, что оно стоит по-разному, если это по-разному стоит. Вот когда мы плодовые сажали, например, в один день сажали и 6 литров, и 12, и 20, и делалось, соответственно, 3 документа. И вот это вот все раскинулось автоматически, и мы понимаем, сколько уже стоит штучка. Дальше перемещение запасов, вот это вот все создали в производстве, переместили на нужный нам склад, и получаем, но это не итог, то есть это не итог закрытия документа. Мы можем себе сформировать себестоимость выпуска вот за 16 февраля, вот эти три позиции. Что здесь? Вот здесь, это вот то, что я у них прошу, когда мне нужна себестоимость. Дайте мне себестоимость, они мне дают. Вот Барбари Сатра Пурпуре. Сдельная зарплата, вот за штучку себестоимость, за все 54 штуки, за штучку. И вот здесь вот все за все 54, то есть она тут показывает не за штуку, за штуку вот 66, 71. Здесь пошла сдельная оплата труда 135 рублей на 54, там 2,50 кажется, получается. Вот какая-то агрохимия пошла. Дальше сама продукция. Свой 8,03, свой Барбарис Тунберга, смотрите, мы его взяли из П-9, то есть П-9 моя, произведенная в Никитенко, в прошлом году по своей, на П-9 уже тоже такой документ есть, она стоила мне 8,03. Это горшок, субстрат, само П-9, черенок, посадка, все дела. Вот мы взяли его. Дальше мы взяли горшок, вот контейнер 3 литра Маркет Про, как раз пошел вот его цена. Дальше пошла лента, субстрат, этикетки. У поставщика неусыпав мы покупаем. Дорогие друзья, меня зовут Ирина Любченко, и я генеральный директор фабрики растений Никитенко в Подмосковье. Я хочу вас пригласить на конгресс питомниководов России, который состоится 4-5 декабря в городе Сочи. Мы уже сейчас готовимся, и я знаю по составу лекторов, что это будет мощнейшая платформа. Все лекторы готовятся свой опыт рассказать без приукрас, и я считаю, что это будут фундаментальные знания для начинающих питомниководов, кто только делает первые шаги или еще не полностью вошел в цикл, поскольку на конгрессе как раз вы сможете понять, как правильно расставить приоритеты при начальных вложениях питомников, какие ассортиментные матрицы для себя вводить, где искать клиентов, как выстраивать свое производство. Это такие базовые фундаментальные знания, которые вам позволят правильно сориентироваться в нашей сфере. То есть, соответственно, для тех, кто уже в цикле, кто уже работает, мы тоже будем делиться своим опытом. Я считаю, что нам всем есть друг к другу чему поучиться, соответственно, будет интересно всем. Лично мой блог, моя сессия, она будет направлена на производство P9, C3, и следующая тема, которую я хочу осветить, это планирование. Планирование ассортимента, планирование бюджета, расходной части, приходной части, как план с фактом сходится, расходится, и что мы делаем по итогу года или в течение года, если что-то в стране идет не по плану, не по графику. Это будет много таблиц, много мозгового штурма, но я обещаю, точно будет понятно, доступным языком все сказано, и вы сможете выйти и нарисовать себе, грубо говоря, бизнес-план, если этого еще нет в вашем предприятии. Поэтому, чтобы мы все были успешнее, богаче, счастливее, всех приглашаю в город Сочи 4-5 декабря. И вот то же самое по Гортензии, то же самое по Голдфлейм. Вот в рамках, видите, там 65-70 рублей себестоимость своего сырья получается. Причем здесь все из P9 посажены. Если бы был ОКС, он бы чуть дешевле был, у нас свой ОКС подешевле получается. Но если бы здесь, например, попала какая-нибудь позиция Голдфлейм еще и закупная, у меня же есть не только своя, а это, как сказать, это себестоимость вообще выпуска всей продукции за период времени. Я могу посадить сегодня свою Голдфлейм, завтра покупную Голдфлейм. И когда я буду делать вот этот документ, он мне покажет общую себестоимость. Он не покажет мне отдельно на мою Голдфлейм и отдельно на… Он мне высчитает среднюю, это была по 8 рублей там, та была по 85, он мне высчитает какую-нибудь среднюю, и у меня здесь будет не 66, а 120, например, рублей сразу стоять. Я буду понимать, что с этой позиции торговаться не особо получится. Потому что, да, я могу глубже копнуть и увидеть, что 10 тысяч своей могу по ней поторговаться, а остальная чужая лучше не торговаться, а тогда еще и накинуть надо. Я же тоже, когда делаю цену продажи, мы делаем ее как бы рыночную. И я понимаю, при закупке, ну, как бы в обороте, я попадаю ли в свою наценку или не попадаю. Потому что вчера я ужаснулась, когда полностью лист посмотрела, такой по себестоимости. Есть очень дорогие позиции. И причем дорогие позиции не те, которые априори дорогие, типа Гортензия или типа Сэм какой-нибудь, Рябини. А вот, например, спире японские, которые были в дефиците в прошлом году, пришлось много закупать. И они хлоп, скакнули по дорогой себестоимости. Но я их сбалансировала там, например, своей Грифшаем или своей Литл Принцесс, то есть по аналитике. И вот по этому отчету все очень хорошо видно. А он кажется, что достаточно такой, ну, как бы сложноватый. Вот эти вот, когда вот эти вот все, я вчера изучала, то есть там столько это операций. Обычный, у меня на это отдельный бухгалтер, он товарвет называется даже. Выделен, потому что просто обычного классического бухгалтера жалко вот на это подгружать. Тогда встает что-то другое. Либо официальный документ с клиентами, либо зарплата не вовремя считается, либо там главбух занимается не своей работой. Товарвет, и товарвет, он наполовину принадлежит начальнику производства, а наполовину только принадлежит бухгалтерии. Потому что насколько все производство правильные рецепты дало, и правильные вот эти коэффициенты уплотнения почвы, там, граммы штуки этот, чтобы склад в итоге сходился, там важно это контролировать. Ну, и как бы с бухгалтерским мышлением в том числе. Вот такая вот вещь. Вот она очень нужна. Вот Женя сегодня говорил при подводке. Вот именно вот эта вот табличка, она нужна нам с ним в том числе, как для продаж и для рентабельности бизнеса для своего изучения. Вот. Так мы делали раньше. Но сейчас мы начали понимать, что... А куда все остальные расходы питомника-то надо деть? Ну, все остальные расходы. То есть это очень сильно прямая себестоимость. И нам так понравилось, думаю, 66 рублей от Рапурпре, там, продаем мы там его по 180, например. Ну, все классно, все сходится. А у питомника расходов просто очень много. Куда их записать, если не на себестоимость расти? И мы с этого года сейчас в январе разработали, что еще дополнительно вот эти расходы должны тоже падать. Это не все расходы питомника, но это много. Транспортные расходы питомника все надо закладывать себе. Все ради продукта. Аренда техники, это касаемо больше... Это больше раскидывается на черенки, потому что это подготовка полей. Мы заказываем грейдер, бульдозеры, вот эту всю дорогую технику. Она все время, тем более, на траллах приезжает. Это дорого обходится. Куда ее записывать? Мы ее записываем. Потому что по итогу года под миллион, я в прошлом году считала, под миллион тратим денег только на то, чтобы подготовить почву к посадке растений. Казалось бы, я не знала, вот Вадим в питомнике туго, оказывается, каждый год по миллиону на это тратят, и он уже привык к этой цифре. А для меня это прям было открытием. Ничего себе почву подготовить. Вот, мы это начали закидывать. Но это закидывается только на себестоимость черенков. Сейчас, чтобы не запутать, у меня есть черенки. ОКС, П-9 и С-3, и семена. Вот пять программ питомника. И когда бухгалтер закидывает себестоимость, есть та, которая, я конкретно понимаю, работает только на П-9 или только на семена, или только на расходы по сбору семян, например. Тогда мы ему прям пишем в отчете, берем у него деньги на ГСМ и говорим, мы поедем собирать семена. И он тогда этот ГСМ закидывает только на семена. А есть там общие расходы, которые уже будут пропорциональны. Обслуживающая зарплата обслуживающего персонала тоже. То есть кто-то, кто сажал эти растения, мы, понятно, мы их включили в прямую себестоимость. А тот, кто поливал, а тот, кто их выставлял, кто на тележке ехал, кто вот это вот все делал, торф подвозил, этих людей куда, они тоже как бы в процессе были задействованы, мы их вывели в обслуживающий персонал, которые около процесса находились все это время. Я говорю, хорошо, а где тогда механики, которые чинили эту технику, где трактористы, которые там в поле работали, где охрана где, где эти люди, как они. И в общем мы их ввели в вспомогательный персонал. Поэтому у нас вообще не входит в себестоимость по зарплате весь офис. Это бухгалтерия, логист, я, например, там помощники какие-то. И отделы продаж. Ни гарден-маркет, ни внутренний отдел питомника. Вот отделы продаж и офис мы не распределяем на себестоимость растения. Все остальные зарплаты всего остального коллектива падают на растения. Почему разделено? Служивающий вспомогательный. Потому что когда себестоимость высокая, мне хочется ее максимально расшифровать. То есть обычно мне той таблички хватает, а когда я вижу, что что-то не то, я говорю, расшифруйте все. Но чтобы не пофамильно, это все-таки вообще можно с ума сойти. То есть мы объединили вот так. И он мне вчера говорит, бухгалтер, он мне, мужчина, говорит, Ирина, ну ты же попросишь когда-нибудь в июле, когда вообще не до тебя будет, расшифровать какую-нибудь позицию. Поэтому вот так сделали. Это же бывает иногда, что вспомогательный персонал сильно завышает себестоимость. Это связано, сейчас скажу пример. У нас есть одно поле, которое удалено 50 километров от основного питомника. И нам, чтобы на нем работать, полоть, собирать урожай, сажать черенки. Нам приходится, я туда заказываю, от 3 до 6 машин такси в день, чтобы оно просто людей туда отвезло и оттуда забирало. И в 21 году там под 600 тысяч набежало транспортных расходов вообще извне, помимо всего остального. Я ему говорю, закидывай, это тоже на себестоимость. Именно тех кустов, которые на этом поле растут, мы должны понимать, что они нам дорого обходятся и думать что-то над тем, чтобы их как-то забрать поближе к питомнику. То есть не надо там арендовать так далеко эту площадку, давайте покупать поближе. И тогда я понимаю, что да, когда мы снижаем себестоимость, мы же четко видим, какие статьи, на какие мы можем повлиять, а на какие мы уже все равно не повлияем. Они все равно будут дорогие. И вот то, что можно повлиять, мы выносим. Система полива, соответственно, насосов тоже на все программы. Хоз, расходы, инвентарь. Ну, понятно, и они большие. Тоже ежегодно. Коммунальные платежи. Коммунальные платежи в полях минимальные, в теплицах максимальные. В техотделе у меня, где ремонт постоянно сварка, постоянно какие-то нагревы. Вот, это тоже дорого. Запчасти-расходники мы сюда вывели. Общий ГСМ, который вообще весь всего питомника. Прочие расходы. Ну, прочие расходы, это мелкие. Там ничего такого глобального нет. Вот. Что такое сильно вообще? Никакой амортизации вот этого, ну, основного капитала питомника нет. Мы в себестоимости это не раскидываем. И вот не раскидываем части зарплат. Для этого мы будем делать с 22-го только года. Мы сейчас это внедряем, дописываем. И как это будет работать дальше? Я спрашиваю. Вот, когда мы делаем сейчас вот эту вещь, распределение затрат. Вот сюда у нас, вот сюда, так, где оно? Где было распределение затрат? Вот они пошли, зарплата, возрасходы. То есть все, что вы знаете заранее, можно сразу заранее занести. А потом, когда мы решили раз в месяц, за месяц накопились какие-то расходы, раз в месяц создается документ в 1С. Такое же распределение зарплат, только он уже не в рамках каждого производства, а он вообще в целом. Туда закидываются все затраты вот по этим пунктам. И там у них есть распределить на выпуск продукции за период времени. Ну, за месяц мы решили делать. То есть там, грубо, 29-го числа каждого месяца за все, что в этом месяце мы произвели, раскинули эти зарплаты. Не скажу, насколько это точное попадание в реальную себестоимость действительно каждого горшка, потому что, возможно, этому горшку вообще в этом месяце ничего не досталось. Никто не поливал, его никто не трогал. Но в рамках вообще всего ассортимента это считаем, что более правильно. По крайней мере, не будет иллюзий, что у вас 66 рублей стоит Барбарис, а все остальное просто питомник в минус работает. Это неправильно делать. Даже больше еще скажу, мы также для себя решили, чтобы себестоимость была максимально корректная. Мы произвели мультиплат, и когда этот мультик переходит в по-девятку или в поле, по-правильному, в базе сделать таким образом, как будто бы мы его купили. То есть мы его, потому что мы же его, по логике, мы его должны купить. То, что мы его сами у себя, понятно, что это там все без денег, но это правильно так делать. Потому что если мы решим не производить мультики, но трешку-то мы производить все равно будем, мы их будем покупать. Себестоимость у нас будет другая. Потом, когда мы выросли по-девятку, сейчас у меня получается по-девятка 8 рублей, но это себестоимость по-девятке. А рыночная стоимость, ну давайте хотя бы 65 возьмем, это минимальная рыночная стоимость. Или 75. И чтобы правильно видеть, что трешка у нас на своем ли месте и вообще в рентабельной стиле она находится, правильнее у себя это все показывать через базу, чем вот мы сейчас, там у нас сейчас все кверх дном, то, что мы купили новую 1С, переформатировали новую программу, и вот это все туда внедряем, чтобы к апрелю успеть это внедрить. Будет ситуация максимально корректная. Так-то мы понимаем, что мы вроде бы выгодно работаем, но насколько можно очень сильно обманываться. И мы пришли к, наконец-то, что это... Убираю. Да, хотелось вопрос. Вот накладные расходы, как вы сейчас планируете распределять именно по площадям, то есть по полям? Не по полям. Мы бы только на вывоз к продукции будем делать. Нет, вот эти вот трактора, они же все равно, как были какие-то улыбрения, вы же на какие-то конкретные поля заносите. Да. Но сейчас вы пока это все в целом. Нет, у меня... Я не по полям раскидываю, я раскидываю по программам. У меня... По сути, у меня поле это программа ОКС, там трешка, это программа трешки. Я не называю поле один, поле два, это не важно. Я раскидываю по программам. Я ему говорю, вот у нас трактор ехал, мы потратили 200 тысяч на трактор, и это надо закинуть на программу ОКС. Потому что я всегда от продукта, мне так понятнее просто-напросто. И он берет и закидывает 200 тысяч расходов, он выбирает на программу ОКС, и все, что там растет в данный момент, в данный момент этого месяца, на это все падает там свои копейки. Вот так это делаем. А как-то обходитесь с магазинами, в которых как бы аккумулируются затраты каждый год. Ведь не значит, что вы упустили в этом году, и все, и вы затраты на них списали. Часть же затрат нужно оставить еще в производстве, потому что вы будете выпускать их в следующем году. Не понимаю, еще раз спросите. Давайте так, вы посадили что-то, которое вырастет на следующий год окончательно, да? Часть, может быть, вы пытаетесь писать затраты, которые вы несете сейчас, они, по идее, относятся к тому растению, которое будет выпускаться в следующем году. Да, но сейчас же оно уже растет, и оно уже тратит деньги. Сейчас мы выпустили, например, какие-нибудь там цитрешки, и затраты мы на них все списали текущего месяца. Хотя часть этих затрат должна была отнестись туда. Да, но там будет своя трешка, на нее тоже будет все падать. Я не смогу вам сейчас ответить максимально 100%, как мы это будем делать, потому что решений было несколько, когда мы вообще к этому вопросу подходили. Первый, по площадям правильно выговорить, так мы в Ярусе делаем по площадям. Потом есть по квадратным метрам, потом есть по штукам, по важности, как делать неваки. Там у них одно поле супер важное, второе менее важное. Оно как-то так. Мы у себя решили, что в нашем случае на штуку именно выпускаемой продукции. Я спорила с бухгалтером, говорю, давай на все, что есть в наличии, раскидывать, потому что там и переходящий, правильно на них тогда будет набрасываться. Но он объективно мне так делать не стоит. Я с ним согласилась, но не до конца его поняла. В общем, мы договорились так. Вот месяц прошел, как правило, расходов их в течение месяца не так сильно много. И они очень понятные, куда они тратились. То есть мы максимально закидываем на свою программу. Потому что в рамках месяца я знаю, где у меня была аренда. Я знаю вот эти все зарплаты обслуживающего персонала, что они делали. Один месяц мы черенкуем, второй месяц мы вообще не черенкуем, а мы там что-то другое. Мы, как правило, пытаемся цельно на программу забросить. Но есть какой-то еще процент, не знаю, 20-30, что будет везде пропорционально. Не уверена, что это будет максимально правильно, но это будет, чем выше себестоимость в реальности в этом отчете, тем более на правильном пути, чтобы заниматься продажей. Вы просто глубже со своей программой заходите. Хотел посмотреть, да, спасибо, конечно, что просто альтернативное видение, да. Может быть, мы немножко... Вы заходите глубже, но у вас... Мы изучали вашу программу, да мы версию смотрели, естественно. Там и мы ее хотим внедрять к себе в том числе. Но нам... Мы чуть по-другому дальше мыслим в плане бизнеса, нам ее не хватает. Уже не хватает. Нам уже ее не хватает, да. Например, одна важная вещь, как мы вчера сказали, что она работает с одним юрлицом. Вот у меня в питомнике четыре юрлица. Вот там... Это там... Ну, я не знаю, я не детали знаю. Я знаю, что мы ее изучаем и хотим внедрить. Вот. А я сейчас говорю о том, как хотя бы... Ну, она же стоит денег. И не все из нас готовы именно это в приоритет своих затрат поставить. Кому-то трактор нужнее, кому-то что-то посадить. Поэтому мы к ней придем, я думаю, что все скоро. Но пока что вот это вот... Хотя бы вот это уже помогает нам. Ну, хотя бы наконец-то. Хотя бы я не зря всем этим занимаюсь. Все такое. Вот. Я вот это специально написала. Потому что мое мнение на остатки... Вы можете поучаствовать в развитии наших компаний, нашего продукта. Я уже вступила в состав АППМ. Думаю, где бы мне еще поучаствовать? Вот. Да. Вот. Просто я говорю еще раз. Мое мнение, что надо делать на все остатки. Но у бухгалтера вот уверяет, а у меня реально умный работает бухгалтер, я ему верю. То есть, наверное, он в этом вопросе лучше меня точно жаль. И он говорит, что надо на выпуск продукции, это будет правильнее. Посмотрим. Я расскажу потом, как мы это будем дальше делать. Но уже вот эта вот вещь, вот еще вот прям всех призываю, потому что здесь можно сразу увидеть, мы же все хотим какую наценку. Хотя бы 100. Хотя бы. Лучше 120-150. На самом деле, в питомниководстве от 80 работает наценка, я так заметила, и по растениям. От 80 адекватно. Вот я так по своим смотрю. Вот. Но иногда, вот я знаю, что барбариса тропору мне там стоит 190 рублей. Думаю, вот сейчас у меня все супер. Бухгалтеров спрашиваю, а сколько, когда мы все накладные расходы раскидаем, и в реальности, насколько к 66 мы еще прибавить должны? Ну, столько же, или там рублей 20. Потому что я всегда была уверена, что рублей 20, и меня это всегда устраивало. Он мне говорит, я точно даже тебе не отвечу, потому что это может быть ровно столько же. И вот Оленик, например, говорит, мы приблизимся к прямой себестоимости по всем накладным за период времени понабежит, ну, не совсем столько же, но рублей там 35-40 точно понабежит. И как раз получится там аржинальность, которая в реальности. Потому что вот по этой я уже должна точно не здесь выступать. Мне уже кажется, надо в школе бизнеса преподавать. А у меня еще нет столько денег. Значит, работает не совсем так. То есть надо, это такая иллюзия сопровождает нас первые несколько лет в питомниках, чтобы мы не перегорели и хотели работать. А сейчас суровая реальность, когда показывают, что вот нет, надо... А почему вот эти культуры так разные? Вроде бы совершенно одинаковые разумерности. Почему три культуры и все эти культуры разные? А потому что они раскидываются на штуки. То есть сумма раскидывается на штуки. Если поделить, скорее всего, будет совпадать. Вот я здесь смотрю, у меня поставщики разные. Вот здесь, например, видите, контейнер МДП, магазин для питомников. Здесь MarketPro, потому что я покупаю, говорю, у нескольких поставщиков разные. И они списывают именно нужные. А стоят они по-разному у поставщиков, например, также. Вот такие вопросы могут быть. Я еще не поняла, почему зарплату продавцов из общего фото вы вот решили выделить? Ну вот с точки зрения аллокации расхода. Мы решили, что продавцы не относятся к производству. Это решение. То есть это принимает решение собственников. У меня есть учредители. Мы проголосовали. У нас были за то, чтобы вообще все в себестоимость включить. И были мнения, которые разделились. Вот у нас большинство проголосовало так, что продавцы и офис не должны падать на себестоимость. Это есть расходы питомника сами по себе. Потому что Гарден Маркет, например, для меня хорошо, мне повезло. Это мой отдел продаж. Они для меня не наемные люди. Они мой отдел продаж. Но возможно, что у меня бы не было отдела продаж. И Гарден Маркет предложили услугу такую. Мы, Ирина, будем продавать тебя не за зарплату, а за услугу, за деньги. И тогда они же к производству не имеют отношения. То есть это было бы расходом питомника. Хочешь, продавай сама бесплатно. Ну и у тебя будут какие-то продажи. Хочешь, приглашай специалистов за деньги. И тогда надо им платить. Ну вот мы так проголосовали. Это правда спорная позиция. Надо просто принять решение. А офис? Офис это не самые большие расходы на самом деле в предприятии. У меня самые большие расходы по это производство. Вообще, сколько бы мы не анализировали. Но сейчас уже сборка к ним поплывает достаточно близко. Там они растут. И получается, что как бы... Ну а производство и вот эти вот все они обязательно здесь учтены. Дальше смотрите. Просто есть глобальные несколько решений, которые сложно объяснить. Просто вот я собственник, я хочу свой бизнес видеть так. Это вы сами для себя должны принять. Вот. В общем, такая тема скользкая. Я вот специально в конце написала, чтобы мы не отчаивались. мы все-таки я считаю, что... Классно сейчас на ППМ после конференции танцевали мы в этом... Ну, в каком-то клубе после отмечали. И очень много молодежи, так как бы я не всех знаю, но у меня... Ко мне подходят, задают вопросы, я смотрю, вокруг одна молодежь. Время там 10 вечера, то есть еще все могут быть в это время. Вот. И я смотрю, молодежь, 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 и они все задают питомниковоческие вопросы, глаза горят, и это очень круто. Я говорю, ребят, вы... Ну, молодежь, это там 30-40 лет, вот так вот. Я говорю, то есть вы сейчас с горящими глазами сами для себя выбираете путь пол жизни фигачить, работать руками. Вы можете сейчас что угодно выбрать. У вас потенциал, сил, энергии очень много, а вы выбираете работать, потому что тут не получится не работать. Это же так круто, потому что я в ППМ уже 10 лет езжу сама лично, и 10 лет как бы наша целевая... как бы возраст, собственников и владельцев он как бы менять сейчас в сторону молодежи очень сильно, прям сильно заметно. Это так круто. Я говорю, ну, добро пожаловать, кто выбрал поработать. Все хотят заработать, а мы с вами работать выбираемся. Вот. Так что вот так. У меня все официальная часть. Дальше, если есть вопросы, я могу на них ответить. Ирина, спасибо. Есть вопросы из онлайн-аудитории. Если в питомнике растения расположены в разброс, как осуществлять инвентаризацию? У клиента говорит, у нас в 1С не реализовано хранение по секторам. Как правильно осуществить инвентаризацию? Так, если я правильно поняла вопрос. Если разбросный по питомникам когда не стоит в одном... У нас тоже не стоят в одном месте. Я, когда вообще выступаю, я говорю, как мы уже поняли, как делать правильно, но это не значит, что мы уже так все внедрили, потому что мы тоже все еще внедряем. У нас тоже все разбросано, и мы считаем прямо от забора до забора, от дороги до дороги. Вот четко так, идем прям подряд. В 1С бухгалтера все это знают. Им важно, что мы считаем 3 дня, и вот по итогу 3 дней дали, и вот им бы еще несколько дней, чтобы ничего не менялось, не выписывались никакие документы, ничего не творилось. И они прям берут и заносят, потому что в 1С все равно, где у вас стоит это. У них есть позиция легантисима, и ее должно быть 100 штук. И вот вы насчитали 60 там, 10 там, 10 там, 10 там. Вот если 100 штук совпало, они вам скажут, что окей. Если не совпало, они вам скажут, идите пересчитывайте. То, что у вас все разбросано, это просто сложность пересчета, если вы считаете это делать. Если разбросано, но стоит ровными кучками, то реально, если стоит вот так вот в хаосе, сложно. Но делать надо. Вы поймите, наши оговорки, мы как умные люди думаем, ну просто невозможно. Я очень хочу делать это. Ну невозможно. У меня вот, я еще не на этом уровне. Это только вопрос нашего восприятия. Потому что, если мы не можем это считать, не можем придумать, как это посчитать, не научить людей, как это посчитать, сами им посчитать. Значит, не надо ждать, что у нас будет хорошая продажа. Просто вот все. Вот на этом уровне сразу понимаете, что нет хорошей продажи. И дальше думаете, придумывают схему, как считать. У меня сотрудники хитрые, работают в отделе сборки, кто считает. Они говорят, Ирина Алексеевна, пожалуйста, давайте сделаем так, что у нас элегантисимо всегда вот здесь. Кизильник всегда вот здесь. Это всегда. Они каждый год об этом просят. А ты им, наверное, говоришь, конечно, давайте, но как? Нет, я говорю, давайте рисуйте схемы, рисуют все. То есть в процесс все вовлечены. Но мне важно, чтобы они в процессе своих рисунков сами поняли, насколько это не выполним, потому что мне не верят. Мы пробовали, знаете, как сделали, то есть по приоритетам. В 21 году нам стало очень сильно очевидно, что некоторые растения на площадке так расположены, как им некомфортно расти. Не потому, что нам, ну, сборщикам не нравится, где они стоят, или кому-то неудобно их там полоть. А вот, например, барбарис стоит, ему там мокро, и он не растет. И мы принимаем решение взять его перевести неделю, тремя тракторами, или двумя, я не помню. Мы возили его с места на место, а это не запланированные деньги, и кажется, что это бесполезная работа, стоял нормально, но не рос. И мы вот такие культуры, это было первоочередное. Растения должны стоять так, я всегда говорю, контейнерная станция, это не место передержать растения, это место роста растений. И либо она им помогает расти, либо она им, ну, может еще хотя бы не мешать расти, вот, но либо она их убивает. И если контейнерная станция убивает, либо не помогает расти, это значит плохая контейнерная станция. И мы в первую очередь развезли, потом смотрим, что есть действительно по итогу сезона такие кучки, раньше там было много лингозисма, там много и там много, сейчас везде по чуть-чуть. Это выгодно собрать и поставить в одно место. Но если целые массивы перевозить, это очень дорого, вот очень дорого. Возить трактором и людьми, грузить, загружать, грузить, загружать, это очень дорого. Вот Леша Олейник, например, он любит, я знаю, он так размышляет. Все, что, Ирина, ты берешь в свои руки, ты его можешь взять, себе позволить два раза одно растение в одни руки. Вот ты его взял, например, и поставил в машину две операции. Если ты его взял, куда-то поставил, потом опять взял, потом поставил машину, это ты уже плохо работаешь. Вот растение, имеешь право дотронуться до него два раза, ну три, если это какой-нибудь УКС. Он вот так считает, мыслит, как математик. А я считаю, сколько стоит рабочий день сотрудника, и вот он ездит две недели, а он же не один, их пять человек ездит. Посчитают 1700 умножить на 5, умножить на две недели, плюс тракторист с надбавкой со своей, и вот сколько денег просто так, потому что сборщикам так удобно. Ну так это еще умножаем на два, потому что надо еще то, что занимает это место рядом, тоже куда-то переставить. Да, то есть там же шахматы, мы так и называем, игра в шахматы, мы так и занимаемся, да, мы так и занимаемся летом, иногда, ну когда после активного сезона, видно, что что-то где-то надо подвинуть, ну редко, но массивы невыгодно, очень хочется. Я тоже хочу, чтобы у меня всегда на одном месте стоял, и все запомнили, что это оно там. Потом всегда вторая возникает ситуация, хорошо, а дайте элегантисима, который уже с корнями вот здесь, а который еще без корней через дорогу, чтобы они рядом были. То есть вот эти все красивые схемы, как делать по-умному, у нас нарисованы, мы тоже это все хотим делать. Они висят, мы на них смотрим, и я вам говорю, делайте так, как правильно. И мы каждый год, вот сейчас начнется посадка у нас, у меня же есть место вообще пустое, новый контейнер, но я туда поставлю реально по-умному уже что хочу. А есть же, там осталось, там осталось, я же тоже это займу, и будут опять кусочки. Не занять не получится, где взять столько места, чтобы все переставить с годами. Не получится, хочется, но не получится. Поэтому мы хотя бы каждый год приближаемся к этому идеальному, немножко делаем, вот в прошлом году все пузыри-плодники поставили на одну линию, например. Но опять Диабло, Андреа, Ред Барон, все три красные. Вот они распустились, да, они с наклейками, но вот они распустились. Хорошо, если их кто-то на маникулярном уровне распознает, а вообще, конечно, так и делают. Хотели получать, или ягодные эти, бесконечные сорта смородин, вот у меня их много, там 12 что ли сортов. Вот они просили, Ирина, поставьте все ягодные в одно место, стоят, они все в одном месте. Каждый клиент говорит, привет, рекламация. Вместо 10, 11, вместо здесь, вместо 11, 9, потому что, ну, неправильно, тут смотря, какое для себя принять. Мы там разработали какую-то схему для себя, по ней сейчас все сделаем. Короче, через два года будет идеально, Никитенко. Не раньше. Не раньше. Следующий вопрос. В 1С, в документ, пересчет, заносите по группам, видам, или сразу весь питомник? Я думаю, имеется в виду, ты говоришь вот то, что три дня, это на весь питомник, или это, грубо говоря, на какой-то вид, сорта? Я по площадям, у меня есть КС-1 и КС-2, две КС-ки, которые питомники, вот мы, и они заходят на КС-1, они видят остатки, ну, в бухгалтерии, и там прям по алфавиту, по наименованию прям все заносят, ну, по площадям, то есть, мне так удобнее, как они стоят. Их так и продают, у нас все от площади, мои менеджеры знают, что на КС-1 это всегда там декоративно-лиственные, на КС-2 это всегда ягодные, например, и вот так, работают. А если все сложить на весь питомник, сколько получается времени? Ну, два-три дня, это я, это та цифра, которую мы себе готовы уложить в голове, что мы готовы ничего не отгружать и при этом не пострадать. Этого не хватает времени, конечно, даже если, знаете, но это все равно не на всю контейнерку, это на отдельный сектор два-три дня. когда мы так делали, мне казалось, что ничего себе, все можно посчитать за это время. Конечно, можно. Когда они это не посчитали, я очень долго злилась. Вот, нет, на самом деле, смотрите, на гектар, если он правильно установлен, там, дорога, площадь, дорога, площадь, на гектар, ну, четыре человека будут считать два дня. Хорошо, если хорошо считать. Примерно так вот от гектара можно отталкиваться. Но, я не по этому пути, Тут еще, смотрите, то есть, я думаю, давайте мы на два-три дня закрываем питомник, ничего не грузим, то есть, людей-то полно, грузчики не работают, никто, давайте все пойдем считать. И тогда людей хватит. Но, как кто считает, я же уже говорила, из этих, там, двадцати пять, в лучшем случае, правильно, хорошо считают. Еще пять, просто умничают. Пять вообще бездельники. То есть, как бы, КПД достаточно низкое. Лучше им выходной дать, даже на свой счет, за мой. Это выгоднее, чем они считать пойдут, честно говоря. Есть ребята, которые, правда, хорошо это делают, и которые, я сейчас поняла, чем больше мой постоянный коллектив, даже если просто это обычные работники, есть уже постоянные, там, два-три года работники, чем больше я им вот эти беседы, что мы должны быть командой, мы на рынке должны знать, чем мы место. Они слушают академию питомниководства, просто потому, что я выступаю, им важно, что нас тоже, ну, как бы, мы для кого-то пример. Я им предоставляю другие примеры, для нас есть примеры питомники, ну, как правило, и европейские, и российские, я им прям там видюхи записываю, показываю, как люди с голым корнем работают, как считают, какие у них погрузочные техники, и мы смотрим это всем питомникам иногда прям. И в то же время для них ценно, что кто-то и к нам приезжает, и равняется. Я говорю, вот элитный отдел сборки, посмотрите, как они грузят. И они думают, ничего себе, мы правда элитный отдел, наверное. Вот, и для них это ценно. И тогда они с такой же качественной отдачей идут и дальше что-то делают. Это правда. То есть, вот они это ценят. Их начинаешь ценить, и им их начинаешь не в деньгах, и не прям в похвале, а просто то, что ты им доверяешь какое-то будущее, и с ними делишься своими планами, люди это очень ценят. И они хотят тоже хорошо работать. Со мной так все время. Мои директора проделывали. То есть, когда все мои коллеги просто зарабатывали премию, а я просто верила в будущее. Я эту штуку очень хорошо знаю. Здесь категория людей, которые просто верят, и которые очень ценно, что директор с ними делится. Вот со мной так в Imperial Garden проделывали, я сейчас в своем питомнике. Это такая нематериальная мотивация называется. Закладываете ли вы списание в себестоимость? Нет. Просто списываем на затрат питомника. Я вообще хотела, и я сейчас хочу, я говорю, давай, но мы же что-то произвели, давай раскидаем этот торф на все остальное. Говорит, неправильно, нет. Это затрат питомника. И поэтому я и начала анализировать, откуда эти затраты, то есть кто виноват, на кого поднажать, чтобы их дальше-то не было. Производство, уход или что? Мы не закладываем. Спасибо. Все, нет вопросов? Ну, все супер.